Дорогу, которая соединит густонаселенную Новую Трехгорку с северным обходом жители микрорайона, ждут уже много лет. Предыдущий застройщик, обанкротившаяся компания СУ-155, свои обязательства не выполнила. Теперь вся надежда на строительную организацию с хорошей репутацией ФСК-лидер. После долгих согласований проекта наступило время его реализации. Возведение первой очереди транспортной развязки планируется завершить к концу октября этого года. Пока это первый этап, который должен завершиться в конце октября этого года. И мы надеемся, что тот подрядчик, который сегодня вышел на работу, выполнит свои обязательства в срок. И мы до конца года уже здесь получим определенный транспортный поток. И жители смогут выезжать на северный объезд. В рамках первой очереди инвестиционного проекта будут построены съезд с платной трассы в сторону Новой Трехгорки и выезд из микрорайона по направлению к Москве. Согласно планам, на участке, который ведет к северному обходу, должен появиться пункт взымания платы. В ближайшее время пройдем совещание со всеми участниками, определимся и по источнику финансирования, и по тому, кто будет подрядной организацией, в какие сроки это сделает. Пока то, что я вижу и в наших силах, в этом году мы сделаем съезд и выезд. А уже пункт взымания платы, скорее всего, перейдет на следующий год. Открытие дороги оптимизирует транспортные потоки, сэкономит людям время, а также сведет пробки на подъезде к Трехгорке к минимуму. После инспекции транспортной развязки глава района Андрей Иванов встретился с местными жителями, чтобы обсудить проект по благоустройству лесопарковой зоны. Представители Одинцовского городского хозяйства показали главе района сырую схему, на которой мало что понятно, кроме того, что они совсем не учли мнение жителей. Подрядная организация даже не смогла толком ответить, на какую возрастную категорию рассчитано возведение в лесопарковой зоне детской площадки. План не устроил ни одной из сторон, ни инициативную группу, ни представителей власти. Я считаю, что если уж делать, то делать хорошо по всем стандартам. Возьмем паузу 3-4 дня, и думаю, от этого никакие сроки у нас глобально не изменятся. Мы в любом случае приступим к благоустройству в этом году, просто, скорее всего, разобьем на приоритетные задачи и на второстепенные, исходя из тех финансовых возможностей, которые есть у бюджета городского поселения. Мы эту работу четко распланируем, жителями согласуем, и в среду-четверг выйдем уже к благоустройству. В процессе обсуждения плана по благоустройству жители Трехгорки указали на то, что предложенное покрытие для дорожек слишком рыхлое, а их ширина недостаточна для разъезда колясок. В проекте также не предусмотрена установка освещения и не представлен перечень малых архитектурных форм. Андрей Иванов предложил составить список всех требований и провести встречу с инициативной группой микрорайона, чтобы включить все конструктивные идеи в концепцию развития лесопарковой зоны.